Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы с вами обсудим бульдога, черно-бульдога М4190. Тут кому как удобнее. Это последний танк, который вышел в продажу к, ну, так называется, набор с премиум танками к линии фронта. Там всего три танка. Корнарвон, Лансен и вот наш бульдог. Два мы обсудили, теперь пришло время этого. Танк стоит 1500 рублей и, как всегда, наш самый главный вопрос ответить на то, кому он нужен, как на нем играть, что он себя представляет, покупать или нет и все в этом духе. Я часто буду ссылаться к ХВК-30, вы, соответственно, поймете, здесь очень много будет всего интересного. Я вас спрошу реально досмотреть это видео до конца, потому что будет куча всех интересных плюшек и очень много интересных вопросов, как к вам, так и к другой аудитории. В общем, пока вы будете смотреть внешний вид данного танка, да, он неплох, я хочу порассуждать на такую тему. Смотрите, ХВК-30 появился в прем-магазине и стоит он вроде 7200 голды. По ценовой категории это плюс-минус то же самое, что сейчас продается чернобульдог. Но у кого-то есть голда, кто-то может купить танк так за голду, в принципе, бесплатно, может, с коробок там у него было или из ЭГК, или еще. Кто-то может сдать вторые тыны, получить что-то, или еще. Чернобульдога можно получить только за реальные деньги. В то же время это два немецких премиум ЛТ, которые, ну, по сути, какой-то там, знаете, как говорят, тренажер для экипажа для десятки. Здесь такого нету, согласитесь, кто качает райметал панзервагена, это самая непопулярная ЛТ на 10 уровне, практически никто ее не качает. Поэтому смысл данных танков только в том, чтобы фармить и не подготавливать экипаж к десятке, потому что ее никто не качает. Ну да ладно, это такая была вступительная речь, а сейчас мы будем, посмотрим еще небольшой такой отрезчик интересный. Дальше перейдем к бою. Во-первых, я пролистав весь танковый ютуб, вот просто я его, не знаю, вот пролистал где только можно. Ни одного видеосравнения Чернобульдога и ХВК. Вот я больше всего поражаюсь, когда люди говорят, что это разно, окей, если там скажет статист, я еще могу понять, он там малейшие различия может чувствовать. Когда говорит там игрок, мягко сказанно, с не очень хорошей статистикой, да, и вообще умением, он чувствует там небольшую разницу в миллиметрах бронепробития, 182 и 185. Точность 0.32 и 0.34 для него это слишком разная. И вот стиль у них один и тот же, я нифига не понимаю. На самом деле, что 140-й, что 62-й, очень близкие танки, но они различаются. Вот здесь то же самое, они по геймплею плюс-минус то же самое, у них орудия одинаковые там, ну практически. По мобильности там, по обзору, по маскировке, они одинаковые плюс-минус, но люди говорят, они кардинально разные. Я не могу просто этого понять, ну да ладно, просто я часто буду отсылаться к ХВК-30, и вы, наверное, поймете почему. Давайте поехали. Что у нас здесь есть у Чернобульдога с сильных сторон, и все это знают. Конечно, это его орудие, не мобильность, там, да, есть другие характеристики, именно пушка. Здесь, грубо говоря, пушка от СТ. 240 альфа, 182 бронь пробития, и это очень годное бронь пробитие, как для ЛТ. Да, конечно, это не финально, но все-таки ББшка 182, который летает неплохо, это, ну, как бы, хорошо. Плюс он стоит не так дорого этот снаряд, что позволяет нам неплохо фармить. Есть кумуль, который пробивает и решает, в принципе, проблемы с сильными противниками, у которых есть хорошая броня. 250. Это очень классно. И, тем более, кумулятив, не под калибр. И, при всем при этом, здесь очень хорошая скорость для, как, для кумулятива. Следующее, это фугас с альфой в 320, бронепробитием в 102. Это прям, ну, вообще шикарно, и это позволяет нам, ну, капец, как, конечно, разбирать всяких скорпионов, ПТ-шек картонных, арту и все остальное. По ДПМу здесь тоже все просто отлично, почти 2200, и это не может нас радовать. У ХВК плюс-минус та же ситуация, 187 базовая, чуть получше 250-102, по альфе то же самое. Но, что касается ДПМа, конечно, у Чернобульдога чуть лучше оно, но там разница в 0.4, в 0.3, 0.5 будет, и это, ну, ни для кого особо там роль больше не сыграет. Возможно, только у истинных ценителей и, не знаю, каких-то там профессионалов ЛТ. Что касается комфортности, то тут я не могу отдать кому-то явную, вот, перевес и явный плюс. Это ни в коем случае видео не сравнение, просто буду отсылаться. У ХВК более-менее точность 0.36, ее можно 0.32 сделать, и танк будет точный. Здесь 0.38 у Чернобульдога, но у него сведение чуть получше и стаба. Поэтому в плане, наверное, вот, сведения и всего остального эти танки, ну, в плане комфортности, плюс-минус равные. Но небольшой плюс у ХВК в том-то, что эти танки оба картонны, но там есть УВН в 10, в то время как у нас 8. И на ХВК играть от УВНов приятно. Действительно, такой ЛТ высунулся, дал и уехал. Говорит то, что ЛТ нужно только для света, возможно, на некоторых да, но вот именно на этих танках это далеко не самая сильная черта. То есть с орудием, в принципе, у нас по снарядам, по точности, по времени сведения, даже УВНы, они там, ну, да, 2 градуса, но все равно они вот могут играть от УВНов. Мне потом говорят, что это кардинально разные танки. Я не могу таких людей понять. Следующее это броня, ее здесь нету. Ну, вот реально просто нету, и фугасы любые, что угодно заходит. Никакой брони абсолютно нету, поэтому нужно держаться очень-очень аккуратно и понимать, где ты ездишь, кто по тебе может стрелять. Потому что от арты мы не живем, габариты у нас большие, вследствие того, что у нас еще нет маскировки, артапа нам любит кидать прям ой-ой-ой. Поэтому нужно очень-очень аккуратно. Ну и 1100 хп, у ХВК 1150, то есть не так много, по факту, долго мы не живем. Если мы попали вниз списка, такое, кстати, частенько бывает, бояться, конечно, нужно очень сильно, потому что всякие грили, яги могут вообще, ну, грубо говоря, с выстрела забирать. Ягод подавно, а вот гриль нет, фугасом может кроме. Поэтому здесь нужно аккуратно. Следующая мобильность. И опять-таки, вот здесь отдать кому-то, вот так сразу, так, посмотря на ТТХ, сложно кому-то перевес. Но, как по мне, ХВК, смотрите, здесь 72 максималка, в то время как у ХВК 70. По факту, раньше 90 был, наверное, самый такой скоростной ЛТ, ну, я имею в виду по максималке. Ну, после того, как вели колесников, Люкс и ЕБР, он перестал эту позицию своего топа удерживать. Я точно не помню, но вроде бы да, 72 это реально много. Но уделительная мощность 21 и 28, в то время как у ХВК 28,57. А эта разница существенная, это почти 7, 7,5 даже. И зачастую многие могут сказать, вот 2 километра. По факту, эти 2 километра, во-первых, ты не будешь чувствовать, во-вторых, не так часто ты будешь эту максималку всегда набирать. Это раз. Во-вторых, для ЛТ важно с места быстро удрать. Потому что ты бываешь переезжаешь, тебя ставят на каток, вроде бы даже без урона, тебе нужно быстро отъехать. И на ХВК ты сделать это сможешь гораздо быстрее. Потому что 7,5 лошадей, они чувствуются. Да, проходимость по различным типам грунта и все такое, но ХВК все равно это лучше. Поэтому в этом плане мне ХВК нравится больше. То есть в плане мобильности однозначно перевес. Следующее это поворот. Ну, Bulldog 54, а там 50. По факту не так много и они плюс-минус одинаковые. Но в плане мобильности мне больше нравится, наверное, ХВК. Именно его удельная мощность на Химмельсдорф, допустим, на горку заехать. Вы сами знаете, что как ты играешь на ЛТ, сразу тебя на городские карты бросают. Поэтому тоже нужно. Следующая незаметность. В этом плане ХВК немножечко лучше, на 1% буквально. Чтобы вы понимали, Bulldog он практически один из самых худших танков по своей маскировке. Если я не ошибаюсь, то он, возможно, даже и самый худший. Потому что есть у нас такой китаец М41Д. И вот именно он, по-моему, обладает самой худшей маскировкой. Я точно не помню. Хотя нет. Вроде бы чернобульдог самый худший, у него 14.9. Потом идет М41Д, у него там 14.20, по-моему. Там вообще разница невеликая. Потом идет ХВК 15.16. То есть вот такая вот, ребят, разница. Но в то же время, если брать М4190, обычный, который сейчас продается, у него 14.9. Но если брать чернобульдога, именно гранд-финального, у него 15.9. У него лучше, чем у ХВК. То есть вот такая вот интересная история. Возможно, это связано с тем, что там идет камуфляж и все остальное. Ну, вот такая вот история. Следующий это обзор. И вот здесь уже, если смотреть под лупой в совокупности обзора и маскировки, то в этом плане ХВК получше. У ХВК 410, а у 90-ка 400. И типа, почему, ну, многие говорят, вот там 90-кс, светляк получен, я имею в виду М4190. У этого и удельная мощность больше, и маскировка лучше, и обзор на 10 метров. При раскаченном его там вообще 520 можно сделать, и вообще пересвечивать даже десяток. Серьезно, я когда старался выполнять ЛБЗ, и брал ХВК, я ставил стереотрубы, остановился, и рудники вообще все просвечивал, которые только можно. Там любые переезды. И вот так. То есть, это видео было не детальное сравнение. Давайте так, если вам вот интересен будет сравнение, ну, М4190 и ХВК 30, вот прям детальное, все до мелочей. Там скорость полета снарядов, там, что по фарму и все остальное. Если вы наберете, давайте видос, если наберет 500 лайков, я замочу грамотное сравнение, чтобы действительно понять, что лучше детальное, что для кого. Теперь по 90. Мы, в принципе, уже закончили. Что сюда ставить, то обязательно досылатель, потому что нужно реально, ну, полностью здесь все делать. Про светленку кто-то ставит состабилизатор, но я бы советовал, наверное, улучшенную вентиляцию, потому что она и даст чуть лучше вам стабилизацию, ДПМа, еще и к обзору. То есть, это как бы вот такая нужная вещь. Плюсы здесь, да, есть, это и обзор 400, это один из лучших. Это все-таки ДПМ, это раз в урон 240, это динамика у танка тоже далеко не самая плохая, пробитие на фугасах. Но здесь и минусов хватает. Разгон у танка далеко не самый лучший. Тот же вот боекомплект, я не так много говорил, но 46. Здесь приходится уже выбирать, и фугасики вроде хочется, и такие, и такие снаряды. Поэтому тоже кумулятив, он стоит, ну, дорого, в принципе. И, ну, кумулям так не постреляешь, кроме там, если только в крайних ситуациях. Криты боеукладки частенько бывают и все остальное, но большие размеры. Это как следствие идет уже к критам боеукладки и ко всему остальному. Вот, но этот танк еще неплохо фармит ВН-8. Поэтому тут вот к любителям. Ну и по статистике уже в концовочке, если привести, то этот бульдог, что и чернобульдог, они, в принципе, вообще равны. Там 53% побед, вот смотрите, да, что сказано, танки одинаковые. 53 и 13, и 53 и 15. И этот танк, ну, чернобульдог играется немножечко даже хуже, чем наш, который продается. И вот так вот. По среду их там тоже плюс-минус то же самое, у ХВК получше. ХВК и среду их там почти на 100 очков больше. И процент побед на 0.3 больше. То есть не так много. Видите, насколько танки разные. Поэтому, в принципе, сегодня мы закончили. Я вам скажу так, для кого подойдет эта ЛТ? Эта ЛТ подойдет для тех, кто любит дамажить. Очень сильно любит играть на ЛТ и дамажить, и качать ВН-8, еще и фармить при этом. Фармить он неплохо. Конечно, это не ТТ. Там на том же защитнике гораздо прочитать, там, 2000 урона и нафармить больше, чем на 90-ке. Ну, просто у него М41-90. Вот. В этом плане, конечно, многие ТТ смотрятся перспективнее. Но если брать именно для выпрямления рук, то вот Бульдог и ХВК это одни из таких танков, которые действительно смогут потихоньку управлять вам руки. Есть и более подходящие другие танки, но все-таки. Я бы посвятовал присмотреться больше к ХВК, если вы хотите выбрать из этих двух машин. У меня есть ХВК, он мне очень нравится. И я на них в вылазках там катал, в укрепах. И он прям неплохо заходил там. Я и кидал, я мог и стрелять как СТ, и светить, и все остальное. Поэтому присмотритесь лучше к ХВК. Мне он больше нравится. Наверное, орудие чуть-чуть, чуть-чуть комфортнее у Бульдога. Но, что касается маскировки, обзора мобильности, это за ХВК. И вы сами понимаете, то, что расплатиться там... Вот пускай даже у ХВК будет 4 по орудию, у Бульдога 5. Но зато во всех остальных у ХВК будет 5, а у Бульдога 4, а где-то, может, в мобильности даже 3. Поэтому тут вот так нужно рассматривать. Все, ребят, всем спасибо большое, кто посмотрел. Обязательно лайк, если видос наберет 500 лайков. Если вам интересно, я сделаю сравнение. Мне будет очень интересно сделать такую работу. Комментарии обязательно, подписку на канал с колокольчиком, чтобы узнавать о новых видосах. Мне будет очень-очень приятно, если вы подпишетесь. Давайте уже добьем те 22 тысячи. И все. Большое вам спасибо, счастья, здоровья. До новых встреч. Пока-пока.